Я вообще, я не знаю, я не знаю, происходят ли подобные вещи у других людей, но когда я начинаю думать о бесконечности космоса, у меня начинает болеть голова, это правда, я прям признаюсь, потому что я понимаю, что настолько наше сознание ограничено, то есть, словом говоря, мы там сидим с вами в неком пространстве, там, в беседке, это улица, город, страна, континенты, земля и дальше, значит, Солнечная система, Млечный путь и Млечный путь это галактика, а во Вселенной миллиарды этих галактик, если они заканчиваются, зачем они заканчиваются, то есть, когда я начинаю выстраивать логическую цепочку человеческую, Homo sapiens, я понимаю, что у меня просто начинает закипать мозг, поверить в то, что что-то может быть бесконечным невозможно, поэтому я верю во Вселенский разум, я верю во всяких пришельцев из космоса и так далее и тому подобное, потому что, наверное, глупо считать себя вершиной эволюции, вершиной всего мироздания, я имею в виду человечества, наверняка кто-то где-то есть, и очень хочется, наверное, посмотреть на посланцев внеземных цивилизаций и любопытно посмотреть, куда они ушли, потому что если они развились раньше, чем мы, то наверняка раньше и погибали, чем человеческая цивилизация, поэтому хочется как-то, знаете, обменяться опытом и понять, какие бы ошибки нам не допустить, потому что мы уже столько раз стояли на грани различных мировых войн и самоуничтожения, что хотелось бы как-то, знаете, по обмену премудростями создать межгалактический симпозиум и просто спросить какую-нибудь жижу с Марса, зеленую разумную, вот где вы ошиблись, что бы нам такое не допустить здесь, куда мы неправильно идем? Я, конечно, верю в вот эти вот бабу-ванговские гадания, которые там что-то нам пообещала Ванга, что мы в 2100 году вступим в контакт с инопланетянами. Вообще, конечно, я уже вряд ли доживу, но, может быть, мои внуки все-таки там в шахматы поиграют с гуманоидами.